Врач накричал, нахамили в регистратуре. Подобные сообщения от жителей Ульяновска в социальных сетях появляются всё чаще. Сами медики связывают это с огромной нагрузкой. Оно и понятно. Количество заболевших коронавирусом и УРВИ стаётся высоким. Никто не отменял и другие невирусные заболевания. Да и сами пациенты порой не отличаются воспитанностью и тактом. Есть, к сожалению, жалобы на некорректные отношения со стороны медицинских работников, на откровенную грубость. Мы понимаем, можем отчасти понять, что, да, большая нагрузка, и можно понять отчасти, но только отчасти. Потому что люди, которые обращаются к нам за помощью, они, конечно, не виноваты в том, что у нас очень большая нагрузка, им тоже тяжело. Чтобы избежать эмоциональных выгораний на работе, а в регионе создали рабочую группу по соблюдению профессиональной этики медработников. По словам работников медицинской палаты, задача не наказать, а наоборот, поддержать сложное время. Так, для работы с медиками привлекут психологов, организуют онлайн-тренинги и индивидуальные встречи. Всю информацию можно получить на сайте медицинской палаты. И пациентам, и врачам также можно обратиться с вопросами на горячую линию Минздрава или в Медпалату. Данные заявки будут рассмотрены в порядке до семи дней. С выездом специалистов в рабочей группе по этике и дентологии, с разбором конкретного клинического случая, могут обратиться не только пациенты. Мы говорим о том, что может обратиться медицинский работник указать на конфликт между пациентами, может быть, внутри учреждения или с административной группой лиц. Так, например, коллектив первой поликлиники обратились в палату по вопросам оплаты труда и большой нагрузки. Была проведена проверка. Посмотрели, увидели, конечно, так же, как в любой другой поликлинике, ряд недочетов, ряд недоработок по распределению, допустим, потоков пациентов, что не надо назначать пациентов повторных на понедельник, к примеру, чтобы не было такой скучности. А по части оплаты, вот разговаривали уже и с членами коллектива, все, что положено по постановлению в 1415 правительстве Российской Федерации, 42 указу губернатора, все, что положено, все получают. Глава региона поручил провести более тщательную проверку по части правильности начисления выплат. Тем временем в учреждении завершают ремонт первого этажа, где обустраивают открытую регистратуру. Новая модель «Вся береговая поликлиника» направлена, прежде всего, на разведение потоков на больных и здоровых, отдельное выделение потока диспансерной группы, на создание комфортных условий пребывания пациентов, на сокращение времени ожидания. На ремонт выделено 6 миллионов рублей. Завершить работы планируют к середине ноября. Ремонт ведется в рамках национального проекта здравоохранения. Анна Тищенко, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ.